В следующий раз буду предупреждать Вот Можешь повернуться к нам на секундочку, а? Вот здесь вот она стояла Сюда можно пройти Вот смотрите, какие перила красивые Я думаю, что Леонти Бенуа был бы впечатлен Вот такой дизайнерско-архитектурной находкой Ну пошли зайдем в парадную Это подъезд на самом деле Грубо говоря, это такое место, откуда пошла вся наша Значит, ядрена бомба Друзья мои, я не хочу прерывать экскурсию, которая будет у вас Смысл в том, чтобы она была непрерывна Чтобы вы испытали полное погружение В дополненную реальность, если можно так выразиться Но я забыл одну книжку, которую я не показал вам там Я, конечно, буду ее упоминать Но тем не менее, я хочу показать ее вначале У меня, в принципе, был отдельный выпуск «Россия. Чужой взгляд» И посвященный... Это Владимир Вернадский Герой На самом деле, как выясняется, украинский Мы встретим мемориальную доску В его честь Здесь, в общем-то, все прекрасно Это вот такое замечательное издание Не перестаю им восхищаться Говорят, вышло уже продолжение Но, собственно, я уже пояснял, что претензий к самому комиксу абсолютно никакому Единственное, что его авторы подают его как учебник истории Потому что там даны характеристики главных персонажей И вот если бы не этот момент, то, в общем-то, никаких полыханий бы и не возникало Это первый аспект Второй заключается в том, что я прямо сейчас вам покажу пару отрывков Из нескольких сериалов и фильмов Которые происходят... Действия которых происходят там, где мы сегодня будем гулять ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее я должен сказать, что это второй и последний наш пеший тур Который будет сниматься в GoPro без стабилизатора Следующая наша походка Господи, что у меня с языком? Даже здесь не могу собраться с мыслями Следующий наш поход пеший Он уже будет снят на прекрасную камеру Благодаря оператору Алексею, который на меня вышел Ну, в принципе, у меня есть много знакомых разных операторов Но не все они готовы снимать эти экскурсии Вот я вам даже сейчас покажу несколько скринов Все будет прекрасно Чудесная картинка Нормальный звук Прекрасный маршрут и так далее, и так далее Но сегодня, извините, по старой схеме Как бы девичьи руки будут бегать за мной и снимать И последний момент, который бы я хотел сказать вначале Дело в том, что в самом конце нашего маршрута У меня отключился звук То есть там осталось буквально где-то минут пять Которые я не рассказал Точнее, я дорассказал Но поскольку мы уже вышли на улицу То там такой поганый звук с камеры Что я решил, собственно, сделать кат Ну, извините, но самое главное вы увидите То есть он прямо, знаете, вот удачно обрубился именно там Где заканчивается наш проход по проходным дворам Собственно, эта экскурсия делится, грубо говоря, на две части Сначала мы гуляем по просторам, а потом мы ныряем во дворы Привет всем! С вами победитель конкурса Косплей нижние высюки 2020 Вот видите, у меня даже черевички есть Тут написано нижние высюки Я одет почти по-молодежному У меня такие короткие штанишки Правда, носки неправильные Но сейчас ведь молодежь носит такие короткие штанишки Шапочка модная Правда, шапочку сниму, потому что она мне маловато И не могу сказать, что остальной костюмчик мне в самый раз Но, тем не менее У вас возникнет логичный вопрос Какого, собственно, лешего я так вырядился Дело в том, что сегодня вас ждет необычный тур Необычный, как обычно, тур По местам боевой славы Во-первых, фильма «Брат» Во-вторых, бандитский Петербург В-третьих, агент национальной безопасности Но, естественно, я вам буду показывать не только трэш и угар Но и какие-то более познавательные вещи То есть он у нас будет поделен, грубо говоря, на две части Мы сначала погуляем вот здесь А потом нырнем в дом трех Бенуа Там пройдемся, выйдем на Кроновскую улицу Вернемся обратно И закончим, собственно, там на углу Большой Монетной и Каменноостровского проспекта Поэтому, во-первых, сразу хочу сказать, что люди, страдающие от стабилизации Ну, представьте, что у нас такой экстремальный тур Поэтому вас не укачают Я вам гарантирую Мы с вами, собственно, в том месте, которое называется Гений Место, да? Диниос Лоси или Гениус Лоси Продолжите, как это правильно звучит на латинском языке Здесь когда-то вообще-то стоял памятник Александру Первому Его установили в самом конце 19-го века Потом снесли И вообще это место изначально было построено для сиротского приюта Точнее, для тех, кто из этого сиротского приюта вышел А уже при Николае Первом перепрофилирован под Александровский лицей Александровский лицей – это царско-сельский лицей А царско-сельский лицей – это у нас что? Да-да-да, солнце нашей поэзии и так далее Вот он был сюда перебазирован И, естественно, поскольку самым известным выпускником царско-сельского лицея Был Александр Сергеевич Пушкин То здесь был организован и музей И вообще здесь хранили о нем память Памятник ему стоял на той стороне непосредственно этого здания Я вам сейчас хочу показать несколько картинок Вот, например, упражнения физкультуры Как выглядели, да? Посмотрите Какие интересные спортивные снаряды у этих замечательных ребят То есть винтовки Вот так вот они занимались Или, например, вот есть такая у меня картинка Чем еще можно, вот догадайтесь Чем еще можно заниматься в зале, где шведские стенки висят и прочее? Ну, конечно же, танцами А поскольку это был мужской лицей То девушек не предполагалось Они танцевали друг с другом Кстати, хочу сказать, что В Смольном институте была точно такая же ситуация Только наоборот Там девочки танцевали с девочками Вот, кстати, балалайшники На заднем фоне портрет Александра Первого Я так понимаю, что это некая копия портрета кисти Дуу Висящего в военной галерее 19-го года В Зимнем дворце Почему-то она мне два раза А, и это, собственно, бюст Пушкина Который стоял с той стороны Он сначала был сделан из гипса Рассыпался, развалился Потом он был отлит И потом он перенесся в наш городской музей Ну, вот это те картинки, которые я вам здесь хотел показать Я какие-то картинки потом подставлю Ну, чтобы у вас возникло ощущение реальной экскурсии Потому что я обычно так делаю на экскурсиях Единственное, что это дело, конечно, не так быстро У нас не то чтобы время ограничено Но мне хочется вам как можно больше всего показать и рассказать И я бы мог вам долго рассказывать про то Чем занимались здесь ученики и некоторые выпускники Но, как обычно, поскольку я в ментовской форме Тут была очень смешная ситуация Мы ехали с одной моей знакомой на велосипедах И я в нее врезался А мимо ехала полицейская машина Они остановились, говорили Гайцов вызвать Я говорю, вы знаете, нет Я им рассказываю историю про то Как у меня на самом деле была такая тема Я въехал на велосипеде в автомобиль в Бэху Вот, я говорю, приехали менты И они говорят, ну, может быть, не менты, а милиционеры Я говорю, это было 10 ноября, в день милиции Они приехали бухие и сами сказали, что они менты Так что, извиняйте, сотрудники правопорядка Я просто цитирую ваших коллег Так вот, поскольку я в соответственной форме То я бы вам хотел рассказать историю Ну, пойдемте хоть пройдемся туда Про знаменитый перстень Пушкина Ну, их у него было вообще два Вы можете наблюдать на портрете Тропинина О Тропинине я подробно рассказываю в Москве На Молхонке, где, собственно, он писал портрет Александра Сергеевича Пушкина И они друг друга узнали По принадлежности к масонству По длинным мизинцам Длинным ногтям на мизинце Такие кивнули Ага, и ты тоже, брат Вот, значит, ну, у Пушкина есть Самый знаменитый портрет Кистик Кипренского Который там, как в зеркало, гляжу Тропининский портрет тоже неплох И у него там, соответственно, два Два кольца Один на большом пальце, а второй вот на указательном Но на указательном пальце, если вы погуглите И посмотрите портрет Там камень, он с внутренней стороны Но считается, что тот самый перстень, который ему подарила Елизавета Ксаверевна Воронцова Напоминаю, что Пушкин отправился в Южную ссылку И там, соответственно, вот Воронцова, она была замужем Отгадайте за человеком, по какой фамилии Воронцов, прикиньте, да? Он был губернатором Новороссии И там был не то чтобы любовный треугольник Там был любовный квадрат или прямоугольник То есть Воронцов Воронцова, Раевский Пушкин Раевский был как бы родственник Воронцова И жил там на основании родственника Но Пушкин, естественно, тоже к Воронцовой шевелил Вообще, забегая вперед, там была байка о том, что Она чуть ли не дочь родила от него, Соню Но как бы это сейчас опровергается Хотя все это, конечно, вилами по воде писано Но суть не в этом Суть в том, что вот она подарила ему этот перстень И именно ему посвящены знаменитые строки Которые вы все знаете Пушкин очень верил в тайную силу этого перстня Ну, как вы думаете, какие? Правильно Храни, храни мой Как там? Храни меня, мой талисман Храни меня во дни гонения Во дни раскаяния, волнения Ты в дни печали был мне дам И когда Пушкина сослали уже в Михайловского Он писал своему брату Чтобы тот ему прислал этот перстень И он писал Без него мне скучно То есть он реально верил в магию этого кольца И когда уже Пушкин умирал То он подарил его Василию Жуковскому Который, кстати, на секундочку Помимо того, что был великий там поэт и прочее Был воспитателем наследника престола Александра Николаевича Будущего Александра II Второе кольцо он подарил Далю Он отказывался, но Пушкин сказал Возьми Далю, это тебе На память обо мне Так вот, Жуковский У Жуковского этот перстень У наследовал его сын Павел Тот передал его Ветер, ветер, ты могуч Ты гоняешь стаи туч Видите, как в тему пришлось Тот передал его уже Тургеневу А Тургенев хотел после его смерти Ну, Тургенев был просто экстаз, конечно Что у него этот перстень Тургенев хотел после его смерти Чтобы тот перешел по эстафете, как бы говоря, Толстому Но Полина Виордо, она распорядилась иначе Она передала его вот в этот музей Точнее, музей, который располагался в этом здании И 23 марта 1917 года Ровно месяц спустя после Великой Февральской революции Этот перстень отсюда стыбрили Вместе с двумя рукописями Пушкина Было подозрение, что это сделал местный дядька Дядька это такой смотритель И продал старьевщику Сейчас обратите внимание, что здесь находится Колледж управления и экономики Александровский лицей Это нормальная такая тема с переименованием Я тоже поступал в СПТУ А оказался в... Как же он там? Колледж российский художественный коммерческий колледж Или колледж традиционной культуры Как-то так он назывался Хотя учился, я там из Толяра Если мы пойдем дальше Ну то есть вот здесь вот Сад Непосредственно Да, кстати, архитектор Который построил это здание Изначально оно было перестроено два раза Его звали Людвиг Шарлемань Шарлемань это, ну вообще-то, карламан То есть это великий французский товарищ Статуя его стоит на острове Сите Прямо рядом с Нотр-Дам-де-Пари Я каждый раз показываю, когда мы в Париже Рассказываю про некоторые его деяния Тут правая стена Мы не увидим мемориальных досок Которые там висят Но я так расскажу Вот И Шарлемань известен тем, что он Выполнил Северную решетку летнего сада Там вот с медузами-горбонами И когда-то Старые еще ленинградцы Говорили встретимся в Шарлемане То есть это имеется в виду Вот эта доска Здесь у нас Корпус, где располагался Первый Радиоинститут Если можно так выразиться Радийный Но он был посвящен не радио Нет, он был посвящен на самом деле То есть Грубо говоря, это Такое место, откуда пошла Вся наша Ядрена бомба И здесь у нас очень интересная Мемориальная доска Владимиру Ивановичу Вернацкому И Ну вот он, естественно, воспитатель Основатель Радиоинститута И Бла-бла-бла Но Я не взял с собой, к сожалению Книжку Значит Но я ее покажу Вставлю Украинский комикс В стиле Стимпанк У меня был отдельный выпуск В серии И чужой взгляд Это мне Замечательный зритель Моего канала Который благополучно Свалил из города Одессы Хотя По Грамотному Аристократическому Нужно говорить Одесс Но Одесситов Это, естественно, бесит Потому что Когда-то Было не принято Говорить Слово Електричество Как говорили простые люди Они говорили Електричество А надо было говорить Электричество Отсюда Тезис Пионеры Клуб Торпедо И все такое прочее Так вот Вернадский Он, помимо всего прочего Ну, его, естественно Колыхало Там Между большевиками И так далее Его там даже арестовали За шпионаж Но он Был автором Теории О живом веществе Вкратце Он сказал, что В космосе Есть частицы Которые Летают Туда-обратно И вот они находят Подходящую планету Туда-чпок И там Жизнь Эта теория Полностью Противоречит Как бы Теория Которая Оставит Большинство Естества Испытателей Научных Сотрудников Естественных Наук Скажем так Он писал По поводу Нее И по поводу Своей теории Биосферы Сталину Сталин Это все Оставил Без Последствий Но вот Когда он таки остался Он хотел уехать в Англию На родину Дарвина Которым он Восторгался И за ним Даже был прислан Пароход Stone Hedge В Ялту Но умер там ректор Господи Не татарского Таврического Таврического Университета И Попросили коллеги Возглавить Ну и Вернадский Не мог отказаться Он там Соответственно Завис И в итоге Остался у нас В Советском Союзе И слава богу На самом деле Потому что Благодаря ему Вот у нас появился Этот родин институт Где был потом Сделан первый У меня постоянно В голове Вот эта фраза Знаете Из Гайдаевского Фильма Синхофазотрон На самом деле Не синхофазотрон Прибор Точнее устройство Которое разгоняет Частицы Циклотрон Он называется Не релятивистские частицы Там Тяжелые такие Ионы и протоны Да То есть Помните Такая песенка Ионы и протоны Та-да-та-та-та-та А также их ученые Та-да-да-та-та-та Веселым циклотроним Та-да-та-та-та-та А дальше продолжите сами А потом ее переделали В Яралаш Но как бы Вот изначально Она звучала Именно вот так Вот И Вернадский Соответственно В какой-то момент Был на территории Замечательной Украины И там он основал Академию наук И вуаля Недавно выходит Комикс Где Вернадский Представлен в таком виде Что вы Прямо даже удивитесь Вот Сейчас тут будет Такая картинка Которую я специально Засниму Мы с вами Сворачиваем на Улицу Рентгена И направляемся К дому Который Во-первых Связан с Да Я кстати забыл Ведь Александр Сергеевич Пушкин Он был такой парень Ну Как бы Злой на язык Выражаясь Вышлоким штилем Судя по всему Елизавета Ксаверевна Ему не дала А мужу Конечно Было неприятно Что вот этот Вот человек Сосланный На самом деле За преступление Ухлестывает За его Супругой Тем более Там судя по всему Мараевский Его подставил И Пушкин Написал Эпиграмму Очень злую Эпиграмму Полу Полу Пол она называется Полумилорд Полу Купец Полуглупец Полу Невежда Полуподвец Но есть надежда Что станет полным Наконец Вот так вот она звучит Мне даже В спаргалке Не пришлось Заглядывать Это окончательно Сбесил Воронцова Ну кому приятно На самом деле Пушкин Ну не очень прав Если честно В этой ситуации Относительно Воронцова Потому что он К нему-то Относился Более-менее Потому что У него была В принципе Воля его Мочить И мочить Мы идем Вот к этому зданию Оно Построено Для Человека Которого Звали Герман 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 Но не Форд И не Генри Форд Господи Эйлис Знаете У Не один Как у всех Других гидов У меня бывает Такое Иногда Состояние Когда ты очень часто И очень много Говоришь об одном и том же У тебя просто Некоторые слова Термины Фамилии Вылетают из башки Конечно Когда ты это делаешь Подготовившись Да Ну то есть Ты потом понимаешь Что ты можешь делать Кап И врезать Туда нужное То у тебя все нормально Но вот В данном случае Иногда клинит Цветочный магнат В городе Петербурге Сейчас я найду его фамилию Потому что у меня здесь Распечатано стихотворение Есть Огнивцево Знаменитое По этому поводу Он прославился тем Что В свое время Эйлерс Эйлерс Герман Эйлерс Да А построил его На самом деле Этот дом Архитектор Федор Лидваль Швед Знаменитый Проповедник Так называемого Северного Романтичного стиля Модерна нашего И он Был женат На Сестре Сына Эйлерса И собственно Для этого сына Этот дом был построен Так вот Его зацепили В Европе Семья Ясуповых Николай Ясупов И пригласил сюда В Россию Он прямо на территории Сада Ясуповых Устроил там Энерджерии И Стал Действительно Таким магнатом Поставщиком Двора Его Величества Это был Прямо вот Бренд-бренд То есть Если вы получали Это звание Ну вот как Смирнов Например Водка и так далее То у вас все хорошо Его подкосила Естественно Первая мировая война И у Агнивцева Есть замечательное Стихотворение Букет от Эйлерса Вы слышите Мотив Двух этих слов Он писал В эмиграции Двух этих слов Так отзвеневших Скоро Букет от Эйлерса Того что Супротив Многоколонного Казанского Собора Отсюда мы Делаем вывод Что прямо Напротив Казанского Собора Был магазин Но Есть другое Стихотворение Которое не очень Любит цитировать Знатоки Петербургской Истории Оно Прилежит Уже Перу Нашего Замечательного Маяковского Владимира От слухов И голода Двигаясь еле Раз сам Я с голодной Тоской Остановился У витрины Эйлерса Цветочный Цветочный Магазин На углу Морской Малый Аж не видно Цветочные точки Но лишь У цен Необъятны Длиною По булке Должно быть В любом Лепесточке Так вот Для нас Это интересно Тем, что Этот дом Велькает В фильме Брат Именно сюда Подъезжает Шикарный автомобиль Я вам сначала Покажу картинку А потом Врежу Уже непосредственно Кадры В самом начале К тому самому Брату Вот То есть Вот там Пупсики Пойдемте Пройдем Вот сюда Этот автомобиль Подъезжал Здесь Это все Дело Снималось На фасаде У нас Присутствуют Роги Изобилия Это Баблишко Баблишко Плыви ко мне Это Постоянный Мотив Который Использовался Большинством Домовладельцев Они любили Во-первых Бога Меркурия Или Гермеса Помещать На фасаде Своих домов Потому что Он был Богом торговли И вообще Процветания И так далее Вот И поскольку Принцип кино Заключается в том Чтобы в определенной Локации снимать Как можно больше сцен То я вам сейчас Покажу еще две Сцены Где снимался Фильм Брат Только на этот раз Уже с Данилой Багровым Пойдемте дальше Вот этот дом Обратите внимание Это Такой Апофеоз Сталинского ампира В его Ленинградском Исполнении Тут у нас Колонны присутствуют Трехчетвертные Пилястры И те же самые Обратите внимание Рога изобилия Только уже С советскими звездами Видите Они В колосьях Внутри То есть Там рог изобилия Это такой буржузский символ А здесь он советский Как это все перекочевывает Наверху у нас Идет Карниз С элементом Который называется Маши-кули Я очень люблю Насиловать мозги Своих экскурсантов Этих терминов Маше Бить Коль Это шея Маше Кули Бить в шею Это на самом деле Навесные больницы Больницы Бойницы я имею ввиду У нас на Руси Они называются Варницами Потому что Когда вы штурмуете Здание Здание Крепость Когда вы штурмуете крепость То вам оттуда летят Подарки всевозможные Письма счастья Ну а на Руси На вас там выливали Кипяток Или кипящую смолу И потом это перекочевало В гражданскую архитектуру То есть вот идет Карниз Маши-кули Под ним фриз Определенный Вот эти вот Окна Сандриками То есть это Абсолютно чистой воды Классическая форма И вот здесь Когда-то Вот на этом углу Мы сейчас туда Прямо перейдем И подойдем Была Телефонная будка Откуда Данила Багров Совершал свой звонок И Ее естественно Не стало Ну сейчас вообще Телефонная будка Это некий атовизм Надо признаться И Это была одна точка Вторая точка Располагалась Непосредственно Вот там вот Они снимали Возле Этой колоннады Куда мы сейчас подойдем И вообще Сейчас мы будем Передвигаться к этому дому Вот сюда он подошел Вот здесь вот она стояла Ну и естественно Я вас пожалею И покажу Как это выглядело Улетели Письма счастья Давайте догоним Ветер, ветер Ты могуч Пошли обратно И следующий кадр Ну только конечно С той стороны Надо было показывать Он идет Вот мимо вот этой Колоннады Она там читается И эта же колоннада Видна на самом деле В одной из серий Бандитского Петербурга Я хочу сказать честно Я не смотрел этот сериал Мне пришлось Спросить у знающих людей Которые мне подсказали Нужную серию Ну потому что Там несколько сезонов И прочее Единственное что я запомнил Что меня совершенно вынесло Одно имя Точнее погоняло Антибиотик Ну не бывает у бандосов Таких как бы Ну Не спрашивайте меня Откуда я знаю Просто Было у меня пару приятелей Одному из них Я даже возил передачки Сначала В Кресты А потом На улицу Хохрякова Где кстати На эту улицу Надо будет выйти Чтобы показать вам Замечательный Адрес Там находится У нас Тюремная больница Но речь не об этом Мы в этом дворе еще окажемся Поэтому я сейчас вам Про него не рассказываю Но мы начинаем Наш увлекательный И неповторимый тур По дворам Вот этого дома Этот дом Город Он называется в народе Дом трех Бенуа Хотя на самом деле Помимо Бенуа Строили его еще По проекту Архитектора Гунста И даже Бабыря Бабырь это Вообще очень знаковый персонаж Когда нибудь Если вы будете следить За моими выпусками Я вам покажу Его самый знаменитый дом На Стремянной улице А самое главное Я вам покажу то Как архитектор О котором мы сегодня еще поговорим По фамилии Минош Тупо стырил у него Рисунок И построил Дон на Проспекте Ленина На Петроградской стороне Когда-то Петербургской Вот Дом для страхового общества В России Я уже говорил В прошлый раз Ну-ка вспоминайте Если вы видели Мою предыдущую экскурсию Где она располагается Первый дом Страхового общества В России Правильно На Маховой И Эти страховые общества Они Напоминаю Цвели Потому что Страховали Прежде всего от огня Одним из главных Архитекторов Этого дома Был Леонти Бенуа У меня есть с собой Такая маленькая Карманная книжечка Она выглядит Вот так Видите Очень такая легкая Изящная Помещается в редикюль В любой Кстати Заметьте Как вот иногда Французские термины Перекачевывают Видите Убить можно И Старичок отлетел Вот так выглядит Леонти Бенуа У нас есть в Петербурге Корпус Бенуа Это корпус русского музея Который построен По его проекту Вообще Там была Конечно Жесткая история Потому что Архитектор Свиньин Такой На самом деле Небоглазучная фамилия Но он выиграл Конкурс на постройку Этографического музея Сначала на перестройку Михайловского дворца Под русский музей Тогда он назывался Музей Александра Третьего Александр Третий Тоже хотел Коллекционировать картины И вдруг выяснил Что какой-то Третьяков Все скупает И издал указ Согласно которому Пока Александр Третий Не придет И не скупит все что надо Ничего не будет Ну тут мы опять начинаем Значит Наш чудесный рассказ Вот Склад обуви Ну тут спят Судя по всему Люди Но чтобы как-то Сгладить впечатление От этого вида Я вам хочу сказать Что например Леонти Бенуа Он участвовал В конкурсе На постройку Спасанной крови И вот например Его проект Выглядел вот так И он был уверен На самом деле Что он его и выиграет Потому что до этого Там стояла часовня Которая была точно так же Построена по его проекту Но он его не выиграл К сожалению Для него Но построил зато Много чего другого Пойдемте дальше Значит Даем маленький лайфхак Для петербургцев Если вам надо запарковаться Здесь к сожалению Ну сейчас у нас Коронапауза Поэтому Как бы Более менее спокойно Но в нормальное время Запарковаться здесь негде Но вот в этом дворе Если поискать То можно найти место Вот здесь раньше Располагалась На самом деле Старая котельная Сейчас она вот видите Вот так вот Выглядит Перестроена И мы с вами Вообще-то Идем с одной улицы На другую Мы идем с вами С Каменноостровского проспекта На Кронерскую улицу Потом мы оттуда Вернемся Погуляем еще дальше Дом был характерен тем Что здесь впервые Были инкорпорированы гаражи То есть Парковочные места Вы знаете Что парковочные места И сейчас стоят Недешево А иметь автомобиль В то время Это все равно Что сейчас Иметь собственный вертолет Вот они Встроенные гаражи Это уже именно гаражи Это не конюшни То есть Предполагалось Что Жители этого дома Вот Будут Владеть Автомобилями И вот по поводу Брандмауэрной стены Вот смотрите Например Видите стена И как-то очень странно Расположены окна Ну то есть они Как говорили В эпоху Бандитского Петербурга Чисто Знаете Пальцовка бывает Какая Помните этот анекдот Пальцовка бывает Чисто фронтальная Чисто горизонтальная И чисто хаотичная Вот чисто хаотичная Манера расположения окон Почему Потому что их там Не должно было быть Они туда врезаны Незаконно И поэтому получается Вот такая картина Мы это будем наблюдать Очень часто Когда мы будем Глезть по проходу Блорам Вот Соответственно В доме было 250 квартир И у вас есть Уникальная возможность На самом деле Побывать В одной из них В доме музея Сергея Мироновича Кирова Мы о нем еще поговорим Вот это внешний Ну-ка вспоминаем Как называется Эта конструкция Это Вот такое местоположение Это называется Курдонер Кухданах Вот здесь у нас Даты постройки 13-14 год И фирменный знак На самом деле Бенуа очень любил Вот этих вот Греческих козлов И прочее И Что мы там видим Рог изобилия Естественно И что мы еще видим Фирменная Фирменная фишка Бенуа Кирпичные вставки Это отсылка К французскому ренессансу Аж еще 16-го века Там тоже у нас И Рога изобилия И Разорванные Фронтоны Пойдемте дальше Поскольку Бенуа француз Ну как Он был русский Но Корни у него Французские Русский я имею ввиду По Гражданству А самое главное Что тогда Ценилась Не столько Принадлежность Национальная Сколько Естественно Религиозная Вероисповедание И если ты христианин Ты не мог быть Не обязательно На самом деле Этим Православным Ты мог быть Летеранином Ну тогда ты Станешься инославным Но все равно наш Так вот Видите Вот эти вот Знаки Это отсыл К королевским лилиям Потому что Белая лилия Это символ Королевской Французской семьи И Бенуа Естественно С удовольствием Инкорпорировал Этот элемент В Свои Работы Здесь у нас Установлен памятник Дмитрию Шустаковичу Он жил В этом доме После того Как вернулся Из эмиграции Из эмиграции Господи Из эвакуации В город Куйбышев Я вас веду сюда Чтобы показать Одну Мемориальную Доску Ну и помимо того Показать вот этот садик Который называется Матвеевский Если присмотреться Вот там далеко Там есть такой пригорочек Этот пригорочек Означает Место Где когда-то стояла Церковь Матвеевская Или Покрова Святой Богородицы У меня даже есть Как она Выглядела Картинка Сейчас я ее найду Вот такая церковь Там стояла Раньше Значит В некий момент Вот там вот крест Обозначен Ну крест поставлен Не там где она стояла Она стояла вот реально На пригорке В некий момент Церковь решили Восстановить здесь Народ поднялся По одной простой причине Очень правильно Заметили в прошлый раз Что мало зелени В питерских дворах Вот Петроградка Отличается тем Что здесь зелени Гораздо больше И вы это можете наблюдать И не так много мест На самом деле Каких-то Так Чуркаса Сейчас я просто ищу Мемориальную доску Мне нужно А вот он И поэтому Церковь все Церкви не быть Джозеф Яковлевич Котин Ну вообще-то он Как бы Не Жозеф У него другое имя Он из еврейской семьи Это ребята Человек Это главный конструктор Кировского завода Который потом эмигрировал В Челябинск Он Пойдем обратно Стоял У истоков разработок Таких Очень важных Танков Для нашей армии Как КВ Тяжелые танки Которые для немцев Были сущим кошмаром Ну а затем Так вообще Исы Иосиф Сталин Переводится Вот Благодаря Ну не ему только Конечно же Но во многом Благодаря ему Эта техника Стала поступать На фронт И Мы смогли Переломить Ход войны И в том числе Благодаря этим танкам Потому что Конечно Т-26 Которыми Были оснащены Нашей армией Вначале Ну у них Понимаете Броня 15 миллиметров А орудие 45 миллиметров Калибра И они могли Поражать Вот эти вот Панцерваффе Немецкие Если только Поползали к ним В упор Тогда они Что-то с ними Могли сделать А сам распространенный Танк немецкой армии У него Какая-то такая Аббреватура Панцерваффе 4 Да Он Естественно Превосходил По всем Характеристикам Наши танки Но об этом Мы поговорим Подробнее Когда я проведу Вам экскурсию По Сестрорецкому Рубежу Потому что Конечно Об этом нужно Гореть там А не здесь Вот Ну вот С появлением КВ Ситуация Наконец Изменилась Значит В этом доме Была своя Автономная Котельная И даже Своя автономная Электростанция Единственное Что здесь не было Даже в те времена Здесь не было лифтов Подъемных машин Так они тогда назывались Это была действительно Редкость И большая роскошь Они были здесь Установлены Уже После революции Вообще После революции Этот дом Естественно Стал Одним из самых Блатных Сюда Въезжала Номенклатура Сюда Въезжали Какие-то там Артисты Профессуры И так далее Но это касалось Не только этого дома Это касалось Много каких домов Но до революции Это была такая Ой Ну я не знаю С чем даже сравнить Внутренняя рублевка Что ли Все дворы Помечены номерами Вот это двор номер 6 Мы с вами Пойдемте Вот здесь Обратно Чтобы Не люблю идти Просто следом Ни за кем И Какие-то дворы Довольно приличные То есть Вот этот Например Поскольку он Внешний Он Более-менее Вот смотрите Динозаврик Я почему показываю Потому что У меня есть в Москве Моя тоталитарная секта И Когда у нас был тур В январе Мы гуляли По проходным дворам Как раз И видели там Потрясающую надпись Крокодилы ходят лежа И у нас теперь чат Ватсапике так и называется Крокодилы ходят лежа Начинаются отбойнички Вот они Видите Одиноко стоящая дверь Значит Вспоминаем Что это такое Это дворницкая Вот здесь уже Начинаются более Аутентичные дворы Тут видите Сохранилось даже Что Мы уже отвыкли От таких кодов Замков Ну пошли зайдем В парадную Это подъезд На самом деле Вот видите Что это Это черная лестница Это черные входы Я жил на Литийном проспекте В огромной В огромной квартире Где было два входа Почему В Москве У вас лохов У москвовских Нет понятия У меня просто снимает Один такой Московский лох И Недобро Сейчас на меня Посмотрел Почему у вас Нет понятия Парадные А у нас есть Да У нашей Питерской Снопской Элиты Хотя как видите Видите какая мы Алитарная часть Особенно я Употребляю Всевозможные слова Типа Но не всегда Сюда заходила Прислуга Сюда заходили Торговцы Разносчики Мясо Зеленщики И так далее Сюда заходили Те Платеры Чтобы не светить Своими вот этими Рылами Перед барами Для них был Устроен отдельный вход Потому что это Хоть тут и написано 65 Но это вы видите Абсолютно Нерабочая дверь А здесь вообще Даже нету Ничего Это черная лестница То есть был Черный подъезд И парадный подъезд И у Некрасова Даже есть стихотворение У парадного подъезда Это дом Пашкового Написывал На Литейном проспекте Наискосок от него Через садик Где я жил На самом деле Вот Поэтому это Типичный черный подъезд Как выглядел Парадный подъезд Вы опять-таки Можете увидеть Если пойдете В музей Сергея Мироновича Кирова Вот тоже видите Окно одинокое Одинокое окно Кто-то врезал А там вот вообще Вот такое Ну то есть Вот типичная История Характерная Если мы посмотрим Наверх на потолок То мы даже увидим Клиния Деревянная Сохранившаяся Но здесь уже Тем не менее Дранка металлическая Это большой прогресс Очень живописный Вот Можешь повернуться К нам На секундочку А? Ну мы хотим Заснять Нет Ты не хочешь? Ты не любишь Ты не любишь Сущих мальчиков? Вот один из самых Живописных моментов Как бы вот посмотрите Туда Облупленная штукатурка Ну и сущие мальчики Это нормально А вот там у нас уже Прямо Архипелагулаг Мальчик завелся Хочет мне Хочет мне дать Я очень боюсь Мальчиков Которые хотят Мне дать Колючая проволока И так далее Вот так разделяются зоны Вот Ну вот это Такой закуток Труба торчит Вот там Ромарно стена Красивая Это гаражи Местные С Потрясающими Парень по бумажке Придорок Ну ладно Удачи Вот Там у нас Реликт культуры Остался С бутылочкой певца Опца-дрица Опца-отца Ну С другой стороны А что Я тоже в молодости По углам Сал В конце концов Да Но я вам не показал Один Интересный момент Который я вам покажу Дальше Вот смотрите Какая красота Ну что Пролезешь туда Здесь я думаю Можно даже Не только Пассать Пахнет Московский гость Говорит что пахнет Ну извините Друзья мои Зато тут можно Играть в какой-нибудь Control Strike И так далее В этом доме Есть такой феномен Как Вот смотрите Какие красивые окна С вентиляцией Модной Вот сюда можно пройти Вот смотрите Какие перила Красивые Вот Я думаю Что Леонтий Бенуа Был бы впечатлен Вот такой Дизайнерско-архитектурной Находкой Я считаю Что это просто Огонь Очень красиво Расположены провода Такие знаете Как паучьи секреции Они вот по стенам Распределяются Ну то есть Эстетично Все очень эстетично Это местный олигарх Который Вот кстати Да Сюда еще зайдем Огонь Тут кто-то Видите Какая потрясающая Дверь Товарищ Верь Ты купишь дверь Я думаю Что здесь работники Живут На самом деле Покажи Ну вот это просто шикарно Я думаю Что это тоже По проекту Бенуа Построено А самое главное Что там вот Проход сквозной Вот смотрите Какая красивая Конструкция Вот Все очень красиво Но зато Живут в доме Трех Бенуа Че уж тут Вы знаете Кто-то на первом этаже Обитает Вот за этой чудесной Белой стенкой Не знаю Я бы первое Что узнал Если бы у меня В моем подъезде В парадове Кто-то там поселился Ну вот это Петербург Это типичный Петербург То есть Я просто вам могу Сказать Пример Конкретный Я живу в доме Старуха-процентщицы И там Ну естественно В той подъезде Где я живу Там типа Старуха-процентщицы И там Ладно Туристы Мне не жалко Но там Приходят всякие Вот такие вот ребятки И начинают там Ссать Постоянно И заходит Речь о том Чтобы поставить Домофон Для этого нужно Обойти Как бы всех соседей Трррррррр И вот сегодня Встречаю тетку С третьего этажа Я говорю Извините А вы как бы Ну случайно Встречаю Экскурсоводы Экскурсоводы Не срезайте Домофоны Я говорю Ну окей Хорошо Но мы там узнавали Там 15 тысяч стоит Весь вопрос Как бы поставить Я говорю Если что Будете скидываться Он говорит Мы не будем скидываться Я говорю Ну тогда я сам поставлю И выдам вам ключи У меня такая уже была ситуация И на одной из следующих экскурсий Я вам расскажу Про уже коммунальную квартиру Как я поменял замок Вот Ну вот пожалуйста Понимаете То есть Никакого коллективного части Я был Извините за автоп Я был в Дании Жил я в Копенгагене Но это был уже Типа не Копенгаген Но европейские города Они вот такие То есть Грубо говоря Там я не знаю Сокол в Москве Или Черная речка в Петербурге Это уже просто Это другой город Вот Я жил в доме Там Ну вот не знаю Мне кажется Там асфальт Можно языком лизать И Бывшая жена Моего приятеля Ну она американка Как бы Которая у нас поселилась В квартире А сама уехала Так удачно получилось Она рассказывала Что у них Вот это то что называется ТСЖ Они каждую неделю Вот у них просто святое Они собираются Что там обсуждают Что они там обсуждают Непонятно Потому что там все чисто Ухоженно Ну это Дания Копенгаген Нет Для них это вот Как бы вот А у нас Кто там же Да я не знаю Хрен с ним Да Значит вот Оставшиеся еще Родные двери Это прям родные Родные Пойдемте сюда Да так вот Феномен Феномен заключается в том Что здесь есть Не только проходные дворы Здесь еще проходные Подъездные парадные А вот тут уже У нас все нормально Дерево Дерево Проходные подъезды Посмотрите какие стены И такая красивая дверь Красиво врезанная Охранное предприятие Ну огонь Внимание друзья Проходной подъезд Я надеюсь Это не Насана Мы вышли с вами в главный двор Главный кордонер То есть я вам показывал С той стороны В чем гениальность Задумки архитекторской Дело в том Что по Классическим канонам Этот двор должен быть Посередине Этого дома Но он не посередине Потому что если мы посмотрим Вот туда Там идет улица Рентгена Да То есть с левой стороны Дом Эйлерса И как бы Эта улица Она продолжается То есть вы выходите Не во двор Вы выходите на улицу У вас взгляд Не упирается В ту стены У вас получается Такое абсолютно Новое пространственное ощущение И вот в этом Собственно была Гениальная задумка Этих ребят Ну а тут уже Вот пожалуйста Вот вам Я вам говорил Что очень любят Например Гермесов и Меркуриев Вешать Вот Наш товарищ Бог Торговли А еще он кстати Бог Вратства Отчасти Пойдем Сейчас мы возвращаемся Обратно с вами Ля-ля-ля Тра-ля-ля Не знаю конечно Будет видно или нет Вот там вот Очень красиво Кирпичом заделана Просто огонь Пойдем Квартиры здесь Конечно здоровенные С огромными потолками Вот Почему я вам рекомендую Пойти в дом музея Сергея Мурановича Кирова Потому что там Сохранилась вся Аутентичная атмосфера Там его родная мебель Там даже есть холодильник General Motors Я его видел Этот холодильник В фильме 1968 года Самым первым Восстание живых мертвецов Вот эта культовая картина С которой Вся эта эпопея началась Вот там точно такой же холодильник Как музей Кирова Там Книги Там Эти господи Шкуры медведей Которых он поубивал Он был заядлый охотник На самом деле То есть Там вот все 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 Оно абсолютно родное Вот этот вот флигель Расселен Судя по всему Его выкупили И что-то там будут делать Ну не знаю Гостиница может быть Красиво Ну сейчас красиво Но это вынужденная мера Потом конечно станет Более-менее Вот смотрите Как интересно Отремонтирована стена Тут явно был пожар Вон Остатки видны И сейчас я вам покажу Совершенно тоже Замечательный Потрясающий Не двор А арку Я когда на машине еду Тут никаких зеркал нет У специальных Я думаю Поедет или не поедет Кто-нибудь навстречу Потому что она Уникальной конфигурации Вот вы всегда так заезжаете На машине Представьте Особенно на моей барже Которая широкая И вот так вот Вы едете 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 А тут бас И кто-то может поехать Навстречу Или наоборот С той стороны Вы едете Едете И думаете Поедет Кто-нибудь навстречу Или нет И вот мы с вами Вышли В то самое место Вот там мы начинали Нашу экскурсию Да Там дедушка Ленин стоит Ну мы сейчас с вами Идем сюда Леонтий Бенуай Если этот дом строил Вместе со своими Коллегами То вот этот вот дом Которому мы с вами Приближаемся Он строил один Строил он его Для Цезаря Альбертовича Ковоса Цезарь Альбертовича Ковоса Был сыном Альберта Катариновича Ковоса Которого вы Знаете По Мариинскому театру И по Большому Театру В Москве Потому что он участвовал В реновации его После пожара Значит Он был построен Для Для Сына Цезаря Альбертовича Его звали Евгений Он был приемлемый сын И обратите внимание Что здесь этот дом Отходит от Красной Линии Дело в том что Бенуа Вот кстати отбойники Сохранились еще Греволюционные Бенуа Испытывал некую иллюзию Что он задаст Новую красную линию Всему Комоностровскому проспекту И таким образом Он расширится Но при этом Обратите внимание Вот туда Если посмотреть Сам же эту линию Потом и нарушил Да То есть Их же дом Он выступает Он выступает И идет по старой Красной линии У него была такая Вот мысль И здесь Кстати в этом доме Во время войны Матильда Феликсовна Кшесинская Которая у нас В основном Трактует Как какой-то Великосветской Великокняжеской Б Она организовала Вот лазарет На свои собственные деньги Вот Дом этот показан Малечка тут стоит И Сестры милосердия Это была такая Популярная тема Не только во время Первой мировой войны Но тем не менее Так Один момент Да И нам осталось Ну вот В этот двор Мы не попадем Пару раз мы попадали С группой Когда Здесь кто-то выходил Но к сожалению Проходная способность Этого двора Не очень большая И то Тетенька Очень-очень Была злая Когда мы за ней Просочились Я и сказал Что знаете Мы не будем Там как этот юноша Писать и какать Мы просто задем На две секунды И уйдем Но вот здесь Вот к сожалению Обломался звук Не сказал я про то Что вот в этом доме Леонти Бенуа Снимался еще несколько Кинокартин Ну и некоторые сцены Сестры например Если говорить Опять-таки Про тематику Брата и Брата 2 Не рассказал я вам Не про архитектора Хренова Не про архитектора Миноша Но я об этом расскажу Обязательно в следующих выпусках Здесь я хочу Сказать следующее Я практически никогда Не оставляю Под своими видео Реквизиты С донатами Я уже миллион раз Объяснял Почему я этого не делаю И вот эти вопросы Которые постоянно Мне сыпятся Я иногда даже Игнорирую Сейчас Под несколькими видео Под несколькими прогулками Я оставлю Если хотите Можете заслать что-нибудь Не хотите Можете не засылать Это абсолютно дело ваше Мы сейчас уже приближаемся К порогу отключения Карантинного режима В Сестралевске я уже провожу экскурсии На самом деле Вот две провел По субботам не проходят Следующая будет Грядущую субботу В три часа Сестралевский рубеж Я показываю ДОТ в лесу Переднюю линию обороны Красной армии С той стороны были финны С этой стороны были наши То есть вы можете Реально встать там Где были Вот был край боевых действий Ну и вся экспозиция Сестралевского рубежа Первая подводная лодка И собственно История курорта И пляж Ну историю курорта Вы можете посмотреть В предыдущем моем выпуске Я специально его выложил Поэтому если хотите Пожалуйста Приезжайте Погода шепчет Даже если будет небольшой дождь Это не страшно А в Петербурге У меня есть ощущение Что скоро Как бы Клещи отпустят И мы начнем гулять Уже и в Питере И также хочу сказать Что на самом деле Мы ездим через границу Сейчас это конечно звучит Смешно Но тем не менее 19 октября У нас был намечен тур в Вену Если вам интересно Пишите Я вам вышлю все подробности И обычно Мы традиционно Еще ездим в конце января В Париж А в начале марта Я планировал поехать вправо То есть Опять таки Обращайтесь Все Собственно Координаты Указаны В описании Под этим выпуском Увидимся Скоро вас ждет Вообще Феерическая Очередная экскурсия Более того Я уже начинаю договариваться Это будут сюрпризы Я уже начинаю договариваться С очень хорошими Известными людьми Мы будем Во время наших маршрутов Не просто ходить По дворам По улицам Мы будем заходить В какие-то квартиры В мастерские И Как простым людям Так и не очень простым Кто это Пока Тайна Тем более Поскольку они Все занимают Официальные посты Они сейчас Выдерживают Карантинный режим К ним просто не зайти Но как только он Так кончится Вас ждет Масса всего интересного С вами был Гид Павел Перец Увидимся Здесь В Сестрорецке Или в Петербурге Или в Москве Где я точно так же Вожу экскурсии Или еще в других городах Пока Пока